Природными аномалиями в наше время, кажется, уже никого не удивишь. Сейчас декабрь, и на удивление вместо снега идет ледяной дождь. Здесь автомобилистов поджидают две опасности. Во-первых, все это превратится в гололед, и управлять машиной станет проблематично. А во-вторых, дороги начнут посыпать реагентом. И что окажется опаснее, еще неизвестно. Будем выяснять. Уборкой города занимаются в три часа ночи. Так не мешают ни жителям, ни автолюбителям. При ухудшении погоды дорожный десант должен отреагировать сразу. На главных улицах появляются снегоуборочные машины. Вместе с ними на дежурство выдвигается и техника с противогололедной смесью. Только у водителей это вещество вызывает сомнения. Эти реагенты, которые посыпают, чем посыпаются дороги, они, конечно, очень вредят нашим автомобилям. Во-первых, тем, что машины быстро ржавеют, покрываются какой-то неимоверной пленкой. То есть отмыть, которые без помощи автомоек. В Калуге с наледью борются двумя способами. Главные улицы посыпают модифицированным хлористым кальцием. Однако основным средством остается 10-процентная пескосоляная смесь. Дешевле и проще в производстве. Только автомобиль от нее рискует быстрее подхватить коррозию, а обувь прийти в негодность. К сожалению, такой минус у данного материала присутствует. Однако стоит учесть, что другие материалы также негативно воздействуют на автомобиль, обувь, на животных. Он недорогой, он вполне доступен. Песок у нас используется местный, с низким содержанием глины, сеянный. Автомобилисты отмечают и еще один недостаток этого популярного оружия против скользких дорог. Буквально за день чистый автомобиль зарастает слоем грязи. Так что весь транспортный поток становится практически одинаковой раскраски. Номерные знаки неразличимы, фары практически не светят. Некоторое время назад было в Москве, при схожих погодных условиях. На самом деле раздельное отличие. То есть проездив практически весь день там, машина осталась относительно чистая. Понятно, что с колес параллельно грузящих автомобилей грязь слетела. Но в целом машина была намного чище, чем у нас, допустим, в приезде по городу. Помимо этого, техническая соль уничтожает зелень и забивает ливневые канализации. Так есть ли что-то дружелюбнее к автомобилю и окружающей среде? Менее агрессивными оказываются кальциевые составы. Они меньше вредят автомобилю и более экологичны. К тому же эффективны до минус 35. В Калуге, например, на главных улицах используют хлористый кальций натрий, модифицированный. На схожие средства давно перешли в Москве. Только и здесь не без недостатков. Действуют они только в течение всего трех часов. Получается, что и обрабатывать им дороги приходится чаще. К тому же этот состав буквально притягивает влагу на поверхность. И получается небольшая корка льда. Таким образом тормозной путь увеличивается. А есть ли какие-то альтернативы? В столице пытались перейти на органические средства. Безопасные для автомобиля, окружающие среды не повышают аварийность. Когда Москва в 2003 году и 2004 держала три округа Зеленоград, Северо-Западный и Западный под вот такими реагентами, то одни запах на штыря, у других запах аммония. Люди склонны к разным астмой или еще каким-то. Очень страдали запах на штыря, аммония находился в троллейбусе, автобусе, в магазине и так далее, когда его широко применяли по Москве. Неделю назад вернулся с Южной Германии и Швейцарии. Применяют на трихлор все-таки. Но очень тщательно и точно его дозируют. В некоторых странах используют гранитную крошку. Она увеличивает сцепление с дорогой и безопасна для окружающей среды. Более того, ее можно использовать повторно. Только и здесь имеются недостатки. Мелкий камень повреждает краску автомобиля и вредит дорожному полотну. Так может совсем отказаться от антигололедных средств. Она заехала одной стороной на обочину. Ее начало заносить сначала зад, просто заносило, потом амплитуда увеличивалась. Ее стало вообще крутить здесь на дороге. Прямо так вот она едет, ее крутят. Она передом сбивает ту машину в кверх. Руководитель спортивной секции вместе с юными подопечными и их родителями возвращался с соревнований. На повороте на деревне Лихуны автомобиль потерял управление. Как уверяли свидетели, на дороге образовалась наледь. Тогда по счастливой случайности все остались живы. А это кадры из США. Там антигололедные средства не используют вовсе. Порой зимняя непогода в Штатах собирает в авариях до двух сотен автомобилей. Получается, оставить все на самотек тоже не лучшее решение. Каждое средство имеет свои достоинства. Только вместе с этим есть и недостатки. С ними и придется мириться автолюбителям и жителям города. Андрей Хорошаин, Александр Бурылкин, Дмитрий Куницын, телекомпания НИК-ТВ.